Встреча умного вага Одна из участниц концерта – солистка Большого театра Юлия Оралова. С мировой сцены она на один вечер шагнула на сцену небольшого подмосковного поселка и не пожалела. Иногда выходишь и чувствуешь, что зал, что называется, тяжелый или нет вот этой обратной связи, и тогда приходится сильно включаться. Этот зал был хорошим, теплым, прием был душевный, петь хотелось, даже, я бы сказала, можно было еще спеть. Цикл концертов вокальной музыки организован преподавателем ДШИ Еленой Красовской. Она же концертмейстер и ведущая концерта, рассказывает об истории музыкальных произведений. Первый концерт вокальной музыки состоялся в конце прошлого года. На нем выступала солистка Большого театра Галина Войниченко с программой детских песен. Тогда и возникла идея предоставлять эту сцену большим артистам постоянно. Мне бы хотелось, чтобы это был цикл, потому что мы имеем такой шикарный зал здесь у нас в поселке, и если бы люди знали, что здесь проходит концерт, и ходили бы сюда, они бы получали огромное удовольствие. Организовывая концерт, Елена Красовская обращается к певцам, с которыми работала в качестве концертмейстера или к бывшим ученикам. Присутствие на сцене именитых исполнителей для многих жителей развилки стало откровением. Да, дать должное на высоком уровне. Я не ожидал, что такие мастера, артисты с большой буквы могут у нас выступать. Второго участника концерта Андрея Леонтьева нельзя назвать профессионалом в строгом смысле этого слова. Он работает в одном из московских храмов. Про таких говорят – поет душой. Елена Олеговна, мы с ней поем концерты в социальных центрах, ну и она меня пригласила. Здесь первый раз, я нигде не учился. А каким образом выбираете репертуар? Вот, допустим, сегодня такой, здесь такой, здесь такой. На что ориентируетесь? Ну, мы обычно подбираем там по зрителю, по слушателю, а там уже как получится. Так-то больше ста произведений выбрать есть из чего. Арии сменялись песнями из кинофильмов, а те, в свою очередь, романцами. Концерт длился всего 40 минут, и за это время для зрителей артисты стали добрыми друзьями. Мне больше понравилась девушка вот пела. И, конечно, эту песню мы с удовольствием подпевали все сердцем. Редко выдается куда-то вырваться, а тут музыка вся, ну, знакомая и близкая. В конце выступления артисты раздают автографы, а у зрителей уже есть пожелания на следующую встречу. Нам в следующий раз хотелось, чтобы они приехали, и именно духовно еще включили бы в свой концерт исполнение духовное. Это потому что наши дети здесь исполняем, мы учим духовные песни, им это очень нравится. Несмотря на то, что школа искусств в Развилке имеет давнюю историю, все кардинально поменялось, когда заведение переехало в новое здание в 2017 году. Развилковская детская школа искусств построена недавно, и традиции здесь только складываются. И свидетелями зарождения и укрепления одной из них мы и стали сегодня. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Видное ТВ.